Улица микроэна Энтемак сегодня больше напоминает мусорную свалку. Градус опасения местных жителей растет вместе с потеплением. Риск распространения опасных болезней из-за вопиющей антисанитерии здесь слишком высок. Это видно невооруженным взглядом. Баклажки, пакеты и туши мертвых животных памперсы. Мусор разбросан повсюду. По словам гаражам, попытка прийти к договоренности с компанией ЛТД Турмыс ответственность за чистоту в этой части города не дает долгожданного результата. По словам местных жителей, большую часть отходов несет сюда течение. Коммунальные службы, занимающиеся очисткой канала, складируют мусор прямо на берегу. Коммунальщики весь мусор оставляют вдоль канала. Это все потом лежит, днеет и издает жуткий запах. После чего здесь появляются мухи, крысы, бездомные животные. Посмотрите сами, какой здесь ужас створится. «Мы неоднократно писали в районной и городской Акиматы. У меня дома есть все копии, могу показать. Как вы сами видите, ничего не меняется. Очень страшно. Впереди лето. Так и до экологического ЧП недалеко». В Абайском Акимате уверяют, что вывоз мусора все это время не занимались, потому что не было конкурса госзакупок. Мол, только сегодня, после определения победителя тендера, представители подрядной организации приступят к очистке микрорайона Интымак. Акиматовские сотрудники добавляют, что и сами жители виноваты в сложившейся ситуации. «В районе Интымак были неоднократно зафиксированы факты незаконного выброса отходов самими жителями. Сейчас совместно с полицейским мы разрабатываем проект по установке доски объявлений с именами правонарушителей, где будет указан размер штрафов. Хотим таким образом и пристыдить, и наказать, как говорится, рублем». Тема субботников с приходом весны остается в Шемкенте номер один. Сотрудники гора Кимата пытаются донести до горожан, которые бросают мусор там, где им вздумается. Важное правило. Если не соблюдать элементарные нормы чистоты, то никаких сил у коммунальщиков не хватит, как бы они ни старались.